всем доброго времени суток сегодня у нас опять будет подкастик про книжечки может быть большой может быть не очень может быть я сделаю два отдельных подкаст может быть вместе но в общем да у меня есть пара книг дина кунца есть время давно читал я их еще в юности они мне очень даже понравится настолько понравились что я помню их за выходные прочитал обе и первая книга как про которую я хотел бы сегодня про поговорить который вот перечитал недавно это живущий в ночи я даже обложку нашел такую как у меня от издательства exmo если вкратце это триллер наполовину триллер наполовину фантастика хотя его как бы называют ужастиком суть в чем данные книженцы рассказывает нам о приключениях персонажа по имени кристофер снова он живет в небольшом по крайней мере так написано в книге небольшом 12 тысяч человек городке под названием онлайн бэй где-то на побережье калифорнии и у него очень редкая болезнь которую он называет xp хотя может быть то по-русски написано хры мне забавно называть ее xp там какое-то длинное название научная но он сокращенно называет и xp суть этой болезни в том что у него в коже какой-то пигмент не вырабатывается из-за чего солнечный свет вырабатывает у него точнее скапливаясь в его коже может вызвать у него рак так или иначе особенно в этом плане у него глаза уязвимы поэтому поэтому он ночью а только выходит из своего дома света вообще сторонится любого света особенно в плане глаз вам все время темные очки надевать и так далее наверное поэтому фильмы называют книга и называется живущий в ночи надо посмотреть по книгам кунца есть фильмы какие-то игры экранизации на это на английском часа посмотрю на английском кажется роман называется фирна ты то есть не бойся не бойся ничего просто фиг знает у разных хозяйств наверное разные будут переводы поэтому может быть вы найдете эту книгу под другим переводом вот она девяносто восьмого года то есть а где-то уже под конец как раз школьных лет то есть в юности где-то читал и собственно да нам рассказывают про про этого персонажа и про его друзей и про их заключение скажем так случилось так что однажды его отец был при смерти и он таки это умер потом приезжает к это больницу проститься все дела вот но становится свидетелем весьма странный и жутковатый как им показал сцены он забыла отдать причине отдать а положить с телом своего отца фотографию их матери которая умерла два года назад до этого и спустился к катафалку но обнаружил странную сцену о подмене тела каким-то другим трупом он спрятался и подслушал разговора таинственных злоумышленных скажем так образно я особо постараюсь не спойлерить в этом в этом плане чтобы интересующие смогли книгу почитать потому что меня она очень понравилась я советую прочитать вот он послушал этот разговор о том что якобы они где-то там на обочине нашли трупак а возможно и убили кого-то обычного хичка и хич хайкера как это у них называется то есть те люди которые путешествуют автостопом называется хич хайкер и подменили тело отца то есть отправили трупак на кремацию а тело отца кристофера куда-то в другое место и вот он решает узнать чего зачем как и почему и это путешествие вот в течение вот этой вот ночи он путешествует по разным скажем так локациям встречают различных персонажей скажем так и различные приключения на свою жопницу так или иначе сопровождает его в этом деле его собака орсон который везде за ним следует а помогает ему его два дружбана точнее друг детства боби бобик я его называю и его любовный интерес александра ну или просто саша больше как бы говорить про сюжет конкретно описывать ничего не хочу потому что дальше уже будет территория прям серьезных спойлеров но если вкратце то да это смесь триллера с полу научной фантастикой там есть некоторые элементы научной фантастики причем именно научный по крайней мере книга пытается старательно пытается все это научно описать и вот в этом плане мне кстати понравился скажем так стиле писанины товарища кунца он очень много описывает деталей с одной стороны это может показаться затягиванием потому что скажем так история не сказать что прям крупная все в основном происходит в течение одной ночи но вот за счет вот этих вот как раз описание вот всего и вся то есть описание персонажей описание там локации различных ситуаций и так далее там достаточно флешбеков это все дело растягивается на довольно увесистую книженцу там 400 с лишним страниц скажем 474 но с другой стороны вот именно вот это вот детализированная подробность мне очень понравилось он персонажи детально описывает опять же таки вот те же флешбеки когда вот он рассказывает о приключении вот этой кристофера с бобиком в знакомстве с другими второстепенным персонажем опять же таки я не буду говорить какими потому что это уже быть территория спойлеров описание их не скажем так бы то описание их жизни описание различных там манер их поведения и так далее и тому подобное каких-то вредных привычек описание даже внешнего облика этих персонажей это очень все хорошо работает во первых на атмосферу во вторых это дает понятие читателю о том что это за персонажи как как их жизнь устроена какой у них характер и так далее и тому подобное то есть все это расписывается буквально там до самых мелочных мелочных деталей вплоть до того что ближе к концу книги ты уже начинаешь предсказывать как тот или иной персонаж себя поведет относительно его характера я не говорю конечно что они становятся предсказуемыми ситуации которые вокруг этих персонажей возникают они не скажем так не дают им быть предсказуемыми но когда этот то это или иной персонаж начинает действовать тем или иным образом да ты понимаешь что скорее всего этот персонаж поступил бы именно так а не как иначе вот ну и к тому же в третьих ты можешь начать ассоциировать себя с этими персонажами это вторая главная особенность этой книги повествование идет именно от лица кристофера сноу то есть все описывается именно вот так и от его от первого лица что опять же таки и хорошо действует на атмосферу и на вот это вот как раз погружение читателя в мир этой самой книги и на адаптацию вот этого всего привыкание к этим персонажам и после последующему сопереживанию соотношению к ним ну собственно больше мне как-то добавить то и нечего относительно вот это вот первой книженцы одинокутся который у меня есть мне она очень понравилась даже когда я перед перечитывал сейчас придраться тут парк конечно можно к чему к чему но это все будут мелочи которые можно не обращать внимание и к тому же опять же таки это будет территория спойлеров вот а я не хочу все таки эту книгу спойлерить рекомендую почитать вам ее самим если вам нравятся триллеры вот мне триллеры нравится как раз у меня был тогда период к по триллерам по ужастикам запад западал я вот точно помню что вот эти две книги я как-то летом прочитал буквально залпом за 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 два дня обе книги что у меня случается довольно редко обычно с книгами я как-то сдержан даже сейчас вот когда я перечитывал я намеренно сам себя тормозил то есть я прочитал например страниц грубо говоря пятьдесят сто ну в зависимости от того какая книга и какой там сюжет и какой там накал действий и так далее и я сам себя останавливаю чтобы во-первых это растянуть это немного я даже когда сериалы смотрю не смотрю их залпом а во-вторых чтобы обдумать ту или иную ситуацию или как-то проанализировать и и потому что вот опять же когда читаешь все это залпом те минусы которые там есть их не замечаешь потому что вот эти тоже вот хороший момент это камрада кунца он умеет заинтересовать то есть даже когда ты читаешь и краем мысли скажем так ты осознаешь ты читаешь какую-то хинею этот товарищ умудряется тебя все равно зацепить и ты продолжаешь эту книгу читать по крайней мере со мной так было то есть мало того что кунц хорошо скажем так умеет слова складывать он еще и неплохой психолог я могу сказать что если у него книги получаются такие что ты прям не оторваться так что да вот я перечитал ее спустя сколько получается двадцать с лишним лет я перечитал эту книгу и могу с уверенностью сказать что да она проходит проверку временем она по-прежнему хороша что я ее могу порекомендовать почитать а насчет второй книженцы я не знаю я либо сделаю отдельный подкастик или может быть до полной суда посмотрим как с ней будет так вторая книга точнее до вторая моя книга за авторством дина кунца которая у меня была на к сожалению их только две в оригинале она называется watchers как я узнал а у меня называется ангел-хранитель вот при этом я пытался найти обложку которая у меня есть но я так и не нашел там вообще изображено какое-то непонятное насекомоподобное существо то есть я искал искал в гугле искал искал так и не нашел скорее всего и скорее всего и никто не отсканировал вот ну собственно да книженцы наверное мне надо было читать сначала ее а потом перечитывать живущего в ночи потому что как оказалось у этих книг очень много общего и и рассказывать сюжет особо сильно как-то я не могу потому что там будут просто тотальные спойлеры скажем так есть несколько персонажей людей а есть собака есть еще одно существо собака добрая существо не очень люди по-разному и вот они как-то пытаются это скажем так друг друг друга найти с разными целями ну вот больше я не могу ничего про сюжет сказать потому что там будут уже тотальные спойлеры книга довольно таки интересное получилось больше как-то уже сказать особо нечего есть только про персонажи и про парочку особенностей которые я заметил читаю вот эту книгу Дин Кунц злостный расист он он мало того что расист в этой книге это прям в некоторых моментах отчетливо видно он еще и скажем так злостный русофоб скорее не то чтобы русофоб он скорее вообще если подводить итог как бы он судя по этой книге он либо ему это скажем либо он один из тех людей которому американская пропаганда промыла мозги тотально либо он как-то так стебется над этим что я ни хрена этого не понял потому что у него практически вся книга это напихана стереотипами которые могли увидеть в различных в различные западные медиа не только в фильмах то есть опять же таки возвращаясь к тому что он расист это прямо в некоторых сценах это прямо явно очевидно злодеями тут выступают советы вот вот серьезный вид как только речь заходит либо о политике либо о конкретных событиях которые в книге произошли во всем виноваты советы во всем виноваты коммунисты и во всем виновата советская диктатура причем опять же таки непонятно если бы он это высмеивал его персонажи не говорили бы об этом с такой вот прям дикой серьезностью то есть либо сам автор скажем так с детства этой пропагандой так пропихан что у него она просто уже скажем так въелась либо он пытается показать как в америке эта пропаганда так работает что все все на нее так купились что даже казалось бы вполне обыденные нормальные люди этому всему верят то есть вплоть до того что даже главный герой который по идее положительный персонаж должен вызывать только положительные эмоции вот в этих сценах лично у меня вызывает отторжение и не просто банально потому что я русский человек блин а просто банально потому что он несет просто идиотию натуральную там в одной сцене я вот к сожалению не отметил это себе там в одном диалоге когда он своей женой уже тогда женой общался я не знаю может быть это переводчики что-то свое добавили но судя по тому он там один абзац был где он там диалог какой-то диалог у них был и вот в одном абзаце у него там был трэвис его звали он много говорил как бы скажем так своей жене норе и вот в этом абзаце он сам себе относительно вот эти вот этой вот своей позиции относительно коммунистов очень дико противоречит я не буду опять же вдаваться подробности вот опять же непонятно если автор пытался это дело высмеить то у него как-то не очень сильно получилось очень стрёмно что касается самих персонажей мне практически все понравились они скажем так имеют четкую роль и хорошо прописаны вот знаете как у бэткомедиана появилась такая хохма про ружье бондарчука которое висит на стене и никогда не выстрелит вот здесь такого нет здесь каждый персонаж даже самый мелкий играет какую-то свою сюжетную роль и вот когда ты видишь что появляется какой-то новый персонаж даже ближе к концу книги ты четко знаешь что этот персонаж как-то четко повлияет на ход событий но как ты этого не знаешь вот в этом плане автор молодец он умудряется держать интригу прямо до самого конца книги потому что даже когда в конце как бы понятно что добро победит зло все равно непонятно как оно его победит как оно его обойдет и даже когда уже на это наступает так сказать финальная сцена он все равно умудряется извернуть это так что ты этого не ожидаешь даже когда уже казалось бы все это предсказуемо было когда уже все типа закончилось и все уже как бы ты уже знаешь как приблизительно все дальше пойдет когда уже сцена началась он все равно как-то так выкрутит и будет вот это вот поворот внезапный вот это вот мне очень сильно понравилось в целом как бы книга очень сильно привлекает к себе внимание и держит прямо вот до самого конца если бы я сам себя намеренно не стопорил то есть типа вот прочитал пару глав все на сегодня хватит это дальше будем читать там главы вообще длинные там страницы по 50 по 70 и то и по 100 там по-моему 10 глав всего лишь в книге вот если бы я вот сам себя так не останавливал я бы наверное эту книгу вообще залпом за день прочитал настолько вот интересно хорошо написано единственное говорю минус это то что прям явно серьезно ощущаются российские наклонности и вообще политические взгляды скажем так в кунца опять же не совсем понятно это либо его личные политические взгляды либо это хохва над политическими взглядами большинства в сша я фиг знает он как-то так описал что трудно понять скорее всего это было сделано для того чтобы верилось в персонажа но все равно это как-то ну очень неприятно ладно черт с ним с коммунизмом но с расизмом это точно вот там вот были моменты хотя опять же книга была вам написана когда в семидесятых что ли так что это наверное это нормально или в семидесятых или восьмидесятых тогда нормально это было собственно когда я искал эту обложку я узнал что оказывается по этой книге фильм был вот надо будет теперь поискать и фильм посмотреть ну да в общем подводя итог у меня есть вот эти две книги по Дину Кунцу больше к сожалению нет но мне обе книги очень зашли они читаются легко они читаются очень это заинтересованно то есть прям в этом плане автор молодец он умеет держать интерес читателя вот и он умеет вот в это повороты так скажем поэтому да если попадутся вам книги Дина Кунца не важно какие может быть даже эти под рукой скажем так подумайте о том чтобы захватить да почитать если вам нравятся триллеры по крайней мере вот ну а за всем у меня на сегодня все всем спасибо что слушали мой подкаст до скорых встреч